Сервис упал. Начинаем, ребят? Расскажем? Ну вот сейчас, в последнее время, такая определенная конденция стала делать мобильный сервис и мобильный сервис. Которая, соответственно, упрощает жизнь в каком-то итоге, и мы его уже... Соответственно, мы тоже решили в этом участвовать и создать мобильный сервис, который бы позволял улучшить, упростить, скажем так, жизнь в области обучения. Здесь такая длительная... Длительный этап времени, наверное, у каждого человека, и там возникают такие иногда свои проблемы, которые... Ну, многие из них очень недолго отмечать с помощью мобильного приложения. А, например, вот... Ну, с самого начала обучения, наверное, самая первая проблема – это расписание. То есть, как только ты начинаешь учиться, ты его все время не помнишь. Да, можно даже дискоткать, но там такая вещь возникает, например, когда она меняется. Кладка точно в доске становится неактуальной. Причем она может измениться, как и в себе, что за какой-то раз-то. Вот, наш сервис вам позволяет уведомлять об этом. Мы когда учились, у нас реально всегда была проблема. То есть, там, давайте говорить, что он в видеоносе там будет занятие. Он говорит о достоинстве, а стоинстве пишет, берет в ВКонтакте. И кто прочел, ну, тот молодец. А кто не прочел, то вдруг у тебя есть результаты. Вот, и мы это сделали, то есть, кто-то узнал какой-то репет, я сразу выложу, она только, ну, уже сообщение всем пришло, все они знали. Вот такая вот речь. Причем это не только изменение от описания. Достаточно много, ну, появляются все-таки важные информации, которые работают, и желательно, возможно, скорее от всех донести. Соответственно, можно как-нибудь томить свою руку. Кроме того, такой процесс в обучении возникает взаимодействие с передавателями. Все передаватели, они не теревали, там, кто-то, ну, все они ставят свои требования. Например, кто-то ставит зачет по автомату, если вы были на секретах. Или, там, кто-то просит себе контрольный адресайт. Вот в этом приложении, там, несколько вечных передавателей могут обучать о своих студентах. Там, ну, числи заслуги, там, и все, что с ними связано, посещение и так далее. То есть, ну, например, если вы пришли на флэп, либо исполнил последнюю партию, и после того, как вы проснулись, у вас не будет такого вопроса, а вы терминерами или нет. Вы заходите, смотрите, и если вас не отметили, то можно пойти там, например, поймать, давайте вы угодите вас отметить, там, что вы за прибыли. Вот. Ну, и перед сессией, там, когда вы не помните, что есть, там, в какой-то контроле, то же заходите, смотрите, как удобно. Причем удобно только студентам, ну, преподавайте то же самое. Там, если кто-то переводит, там, берется за счет автоматом, а он взмолит какой-то такой. Мы сможем посмотреть, если этот человек ходил, или, ну, понятно, откуда взялся, первый раз появился. Вот, насчет того, что сервисы однодорожны. То есть, не только для одной модели студента, который планировал, преподаватель, они также могут, ну, уитомлять о каких-то изменениях, там, и обо всем таком, если даже, ну, не надо рекомендовать студентам, только кто-нибудь может взять и обвести все, о чем. Кроме того, вот, многие преподаватели, они ведут свои лекции по некоторым материалам, по определенным работам, годами. Очень часто есть электронном виде, нам часто предлагали его взять, но обычно он в таком виде не очень удобном. Вот мы также планируем такой функционал сделать электронных курсов, то есть, когда мы не могли разговаривать там каждому, мы что-то еще раз просто выложили, сказать, что вот он есть. И там, если там, допустим, какие-то лекции, может взять почитатель, что готовится перед экзаменом. Причем, опять-таки, мы планируем, ну, ну, как бы, это локальное, да, для вот этого нашего вуза, просто, ну, глобальная сервис, то есть, это еще, какие преимущества, да, это вы можете там найти лекции, там, и, конечно, с другого вуза, по-моему, с другого вуза. И еще какие-то, что, в общем-то, тоже удобно. Ну, вот вкратце, вот такая вот суть, то, чем мы занимаемся. У нас команда 3-человеков. Я занимаюсь сейчас работой приложением по АРС. А, вот, там еще плавно, вы выйдете. Сейчас, смотри, 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 смотри. Вот Руслан, кто-то спирал, он занимается у нас какого-то переложения по Android. И, соответственно, у Ларш. А вот он сделает Windows Phone приложение, и также, ну, по большей части, пишет сервис. Вот, он сейчас вам может выйти и сказать, как пустирование на сервере, на чем он работает, и какие-то, ну, какие-то, какие-то вопросы, какие-то технологии. Это все? Да. Так, ну, например, представленный уклад, я вам расскажу несколько вещей. Возможно, некоторые вещи вы уже знаете в целом, но, как бы, на всякий случай. Во-первых, вообще, серверная инструктура и тонкие клиенты. Ну, вкратце, буквально пару слов, да? Тонкие клиенты — это какие-то клиенты, ну, то есть, клиентские компьютеры или телефоны, в которых практически отсутствует логическая часть приложения. То есть, вся логика выполняется на сервере. А на клиенте только... Ну, самый простой пример — это тот праузер. На него логики практически нет, в смысле, на страничке самой. То есть, там, улыбкает, что-то, что-то, что-то уже отъявлено. А вот потом там просто какие-то формочки, мы там что-то бери, нажали отправить, он отсылает, а уже на сервере там, что-то данные запросы, еще что-то происходит. Это тонкие клиенты. То есть, не нужно какого-то мощного железа, чтобы тонкие клиенты могли работать. Соответственно, обычно это бывает даже в стабор-конфункции, или там, самый реликонный, всем знают, что там, да, самый слабый реликонный, там, 24-го года, там, там, наши приложения — это тоже тонкий клиент. Потому что, ну, то есть, нам тоже логики в клиенте, по минимуму, он, конечно, может быть чуть больше, чем в браузере, поскольку там... Ну, хотя, в принципе, примерно так. То есть, на уровне, если бы это был браузер, там выгружал аспекты, тут, ну, про это вот предложение. Далее, что такое REST-сервисы, Web API, по-другому, и как это работает, чем лучше, чем стандартное соединение, как бы прямое. Ну, что такое стандартное соединение, что я имею в виду? Это вот, какие-то сервисы, где у нас ведутся прямое соединение, например, там, Facebook все знают, там, да, еще какие-то, там, ну, в общем там, где идет включение к серверу, держится соединение постоянно, и у нас передаются какие-то пакеты, то есть, сессия есть и так далее. В чем недостатки этого, как бы, метода, да? А в том, что, во-первых, наши держат соединение постоянно, если это мобильный трафик, то он может быть дорогим, и так далее. и так далее. К тому же, там, микро зашли, разорвалось все, и, ну, проблем. Во-вторых, сервер слишком много знает офигенки, а клиент слишком много о сервере. Там, взаимодействие достаточно плотное, это все минусы, то есть, бывает, там, квадратная платформа, нужно какие-то свои кастылик, и так далее. Что, что такое обеопопии, или Red Bull сервер? Это, такой сервис, который, ну, вообще, что такое Red Bull сервер? Я, вообще, это решифровываю не обязательно, потому что название, естественно, не очень индивидное, даже не помню, что шифровывается, в общем, там очень неиндивидное название, так что просто достаточно запомнить, просто Red Bull сервер. Главное запомнить, что это такое, ну, есть интересное. Это, когда у нас сервер предоставляет данные по запросу, и получает данные от запроса клиентов. Точно так же, такое правило, то есть, есть запросы, ШТП, пост запрос, там, можно вбелить, вклад, дополнительные, но установки строятся на, там, дедкост, то есть, это обычные ШТП запросы, в которых, там, может быть, в строке адреса параметров, то есть, в квартиру, там, сайты, где это бывает, а пост запросы, ну, обычно у них там, где запросы, сама информация содержится. Тем самым, клиент знает на сервере только две вещи, адрес сервера и набор его API методов, и какие параметры нужно передавать, принимать, какие он отвечает. в принципе, это все достаточно, чтобы уже написать приложение, для адреса то есть, ну, как вы на этом все спросите, то есть, пару примеров, это может быть, например, регистрация, там, например, как пример, там, тата сервера, там, стэш API, там, регистрация, и мы там, вот запрос по этой матрице отсылаем, там, например, e-mail пароль, у нас там, за регистрацию нужно, и сервер там присылает, например, там, труль, колл, там, если это куда-то запрос более сложный, например, там, список групп получить, то там может быть коррекция данных, и так далее. Далее, в каком виде все это отсылается, принимается? Ну, сам формат данных, опять же, может кто-то знает, это формат JSON, ну, также есть опциональный XML, но мы, как бы, снова сходили на JSON. В такой JSON, ну, в будущем пишу, как-то пишут. Вот, это JavaScript of Fragmentation. Изначально в платформе придумана для языка JavaScript, и позволяла она, ну, извините, не позволяет, все хороо, представить любые объекты, будь то просто объект, или там, целый массив, или объект с массивами, вообще любой сложности, объект, в виде текста. Ну, в виде, в виде, чтобы это можно было двигаться по сети, и угрозно. И, ну, эта технология уже давным-давно вышла за пределом JavaScript, продерживается на практически всех технологиях, и вообще платформах, причем нативно, например, в Windows Phone нативно есть, там, настройки, везде войдет, везде войдет. Естественно, в Windows Phone поддерживается нативно, там, вот эти все, вот. Например, как это выполнить? Например, если у нас в логике, да, объект, ну, где он пришел в Windows Server, ну, там, есть, не прикласс, не знаю, в Ah, ВС, да, и у него там есть вариант, например, вот, вот, например, вот, например, там, например, ну, опять же, стрим, вот, вот, Это просто регистрация присылается. У нас есть этот объект. Но изначально как же его переслать нам в нашем вопросе? Вот как раз с помощью JSON. Как нам получить из этого JSON? Нужно объект сервизировать. То есть сервизация — это преобразование объекта программы какого-то шоя, ну, например, как в смейл, JSON. То есть сервизация — это не только JSON, это вообще вот те, кто, можно сказать, и возможное запретение не совсем вот с текстурой. Ну, в общем, в данном случае это будет преобразование класса JSON. То есть у нас буквально в деле методом будут приходить следующие данные. Фигурная скобка. Далее у нас идут... Имя класса там не передается, если это кодневой объект. Ну, то есть он единственный. Если тут внутри будут еще под объектом, там уже будет. А если это кодневой, то не будет, то в нем будет просто идти там. В кавычках. В кавычках то, что там с этим... Ну, может, когда я видела, самое описание класса КДН уже заполненное, то вот, например, там, ну, в интернете там... Далее идет питание, то есть перечисление. Следующее там будет... password... И теперь у нас только не скрывается. То есть любой объект может представить в таком виде. И если там вот этот массив, то он будет создать до сих пор, то это самое. То есть нам все, в принципе... Я в самом деле говорю, да, все-таки отдельно, полностью соответственно. То есть, ну, это может представить на Египеде, на любых ресурсов, как он полностью, вот и сами на него. Это очень просто, и это исполнение справедливо для человека. В общем. А если, например, у нас уже не классно, будет совпадать с форой? После теории, у культурных серверсов, надо кое-что, форой не должно совпадать там все. Нет, с моего там... Если это именно надо, чтобы не совпадало с чем-то, то это просто логика сервера уже. Вот только JSON, это просто нам чисто описывает объект. То есть, к нам на сервер приходит этот же JSON, мы его обратно действию реализуем в объект, и уже с этим объектом сделано, что хотим. Мы проверяем, там, например, заполнение базы данных, там, ну, что угодно, технологии, как и все. Да. Здесь у нас вопрос именно о том, как это, в принципе, нормально считать, что это сиброницем. Да. Я понимаю, это с тем же способом. И, то есть, еще, я уже затронул тему недостатков этого прямого соединения, и вот, соответственно, в чем здесь преимущество, что нам не важно, фактически, разрывы соединений не важнее. То есть, при отсутствии соединений, по-моему, мы не сможем, например, отправить запрос, да, и совсем не застили. Но при этом нам абсолютно не важно, например, отправили запрос на авторизацию, он прошел. Потом, опять же, связь разобралась. Ну да, во время мы не можем здесь ничего делать, нет интернета. Опять связь появилась. Ну, это нам следующий запрос. И, то есть, никакой сессии нет. То есть, мы можем вообще сделать, например, вот у нас, у нас запрос на авторизацию, нам приходят некий токен. И мы, например, вообще вперед, с какой-нибудь другого компьютера отсылаем следующий запрос этим токеном, да, и мы все равно, что тут другой компьютер, главное, что он у многих данных приходит. Никакой сессии нет. Нет, ну просто... Ну, у нас есть такой критик, как российская законодательская, которая явно говорит о том, что личные данные пользователя надо хранить секреты. Ну, а второй этот критик, что он здесь делал? Нет, вопрос в том, что есть. Если у нас один клиент разорвался, а второй в этот момент просто отправляет его данные от своего имени... А что эти данные разорвали? Откуда они дали? Ну, допустим, он подобрал на Абу много сессий. Да нет такой сессии есть. Ну, нет, ну какой-то крокер. А ты будешь какую-то видку сбирать? Да. Который там, по-моему, сколько там видов? А, ну, если будет, то руководку выбирать. Ну, опять же, можно прихватить при помощи, например, V-sharker. То есть, сникер. Хорошо, а что там пойдет, прихватить, скажем, в использую актуализацию? Ну, это же вопрос, значит, допустим, любые данные уходы. Ничего тогда не пройдет. Даже никак не учить их. Нет, есть. На самом деле, смысл без защиты есть, например, если вы знаете, есть HTPAS. Ну, да, да, можно. Ну, то, чтобы пока это все забрали. Нет, так вот, значит, попал в далон как в какой-нибудь токены. Если это будет, то он должен был набрать. Если много, то я знаю, что много. Много атак на подбор вот этого токена. У нас есть инфицикаторы, у нас будет. Просто я бы не стал, что надо это двоить. У нас уже не рассматривали, что делать, а потом все так нерешно. Мы задаем этот вопрос, мы говорим больше. В принципе, а, ну там, по мелочи еще разные вопросы бывают, типа, как отравить дат хим, например. Нам нужно дату и время отравить, или же это. Да, бывают некоторые проблемы, в плане, что формат даты, там, ну, все так, надо, по поводу, да, ну, ну, так, то есть такая суть, что есть определенный стандарт, на полном айсо, как ли? Давайте потише, а то сложно отвечать. Тебя, отвечайте. Да, ребят, давайте потише. Айсо стандарта, на полном даты времени, я не помню, что их надо записывать, но там, год, точка, не, через терек, год, месяц, день, там, буква T большая, часы, минуты, секунды, причем, часы, по-моему, в 24-м процессовом формате, потому, потому что, ну, чтобы не писать, а я поеду полный интернет. И миллисекунды, обычно бывает, если они есть, там, телевизорочку изложить. И, как правило, если откладывают стандарты, то, в принципе, большинство приезда, ну, они понимают. я сталкивался, я, я еще, сразу, на самом деле, я сейчас отрабатываю НФТ клиента, то есть, НФТ, вот, и там, я сталкивался с тем, что, именно, он не хотел, вот, это, ну, это просто делать, там, в классе, или сервисерсер, там, есть отстройки, и просто сдаешь, по главной строку, какую нужно, и это сразу помогает, это работает, и это можно сделать в его платформе. Также, еще интересный вопрос, вот, у нас, есть несколько разных моментов в системе сервисерсер, когда отсылаются массивы, да, каждый элемент которого может иметь разную структуру, объяснен, например, ленту новостей, там, может быть сообщение от юзера, ну, если подписано на него же это человек, или свое, или сообщение как из группы, на которые, опять, подписаны, и если это сообщение к человеку, то у нас, например, одно спросить, имя, фамилия, например, тело сообщений, да, если это сообщение из группы, то, в принципе, это самое, но еще к этому лопание группы оттуда пришло. То есть у нас элементы разные. Конечно, можно было бы пойти по простому пути и не всегда делать боли этой группой, оно будет быстро, но это, как бы, не очень, да, и поэтому мы именно представлены порядок. То есть каждая запись, она может иметь разные порядки. И это достигается у нас путем того, что дополнительное поле появляется как бы несуществующее структура в котором у нас название именно или другие, то есть это юзер, месяц, и так далее. То есть зависит от того какой-то тип. На разных платформах это обрабатывается по-разному. Например, на Windows Phone это обрабатывает автоматически, и я для этого, собственно, ничего не делал. Там у нас есть как-то структура. У нас есть базовый класс, в котором есть какие-то толщие поляки, эллифераторы, и так далее. И подклассы, в которых уже поля, которые отличаются. И мы именно, если точки зрения с последним Джейсона, это базовый класс. И например, на Сишарте в Windows Phone это автоматически обрабатывается, и просто дистриблюдация идёт, и потом уже каждый элемент может провести. Полный тип является. Ну вот, насколько я помню, на iOS чисто руками это тут было обрабатывать. Ну, если они так, то поправить в режиме. Ну, то есть по-разному. Но вот такие у нас есть моменты тоже, добавлять данные элементы. Так, ну, только я, в принципе, не всё сказал в целом, что хотел. Скажи ещё про Microsoft и сфере про Windows Phone там скажи. Про Windows Phone на наши ресурсы. Да, откуда мы что взяли. То есть у нас весов потенционный, но при этом мы не заплатили копейки. Вот. Как получилось? Так и надо. У нас есть, ну, учатся в программе бесплатный стартап, на Microsoft. А вы от этого не забываете? Нет. А вот здесь нет, и я не знаю. Может. И, соответственно, там можно до 7 человек добавлять, каждый нам выдать подписку MSDN Ultimate, которой даётся и Windows Studio Ultimate, и Office, и всё. И в том числе даётся, вообще сама подписка это трога давая, в том числе она включает подписку на Windows Ledger облака. Ну, мы понимаем, что такой Windows Ledger это постинг на Microsoft, который включает, в принципе, полный функционал. Это, ну, функционал веб-приложение, база данных, там, блок, это блок, это система хранения файлов специально, массивового файлов данных, и много-много, в том числе это виртуальные рабочие столы, и что угодно. И у нас именно вводируются все уроки на Ledger дорожные облака данных. Соответственно, так же мы ещё пользуемся системой отроли-мерсии технологии сервер, правда, немножко не сложилось и все им пользовались, хотя она сейчас поддерживает любые подходы, не только микроцессорские, то есть, например, можно Xcode матовский подключать к этому и андроллевский, то есть, не только какие, но какие-то есть возможности. Немножко, может быть, это делается по инструкциям, а не так очевидно, как в Visual Studio, но это возможно. Но только по факту мы покажем именно храним без приложений в то есть Windows Phone и сервера хранится в TFX, а другие там по факту но также то есть TFX это не только а система контрольной версии это также и баг-трекер и задачи можно тоже вставлять то есть мы даже дали команду в сервисе назначали другу задачи и парк например так как я разработчик еще и самого сервиса а не того клиента то если кто-то заметил какой-то банк именно связанный с сервером то мне как поставить задачу там то что ну там какие-то действия такая там ошибка или там неверных данных или еще что-то я смотрю спецы задачи вижу вот у меня это действие да смотрю там пофиксы или не воспроизводится ну то есть это в зависимости от того как это вышло ну в принципе если еще время есть вопрос да на базу данных а именно опять же может кто-то уже знаком про модели и ну вообще то есть про модель базы данных мы используем систему инспектор код которая позволяет ну как минимум избавиться от то есть все которые пишут текстом которые все учили в базу данных и так далее это все довольно таки ну иногда это бывает нужно но нам это не разумно потому что писать руками это всегда тяжело не нужно в целом инспектор позволяет создать модель базы данных то есть у нас все таблички будут и мы в ходе не обращаемся то есть ну как бы расписываться с ним будут довольно долго ну то есть в целом это пример как выглядит наша база данных там точка названия таблицы и собрать все записи в которых например там гимер это чисто на языке на c-sharp это потому что никаких кавычных запросов нет в которых никакого циркисинфекса и так далее все именно на языке и все очень удобно причем есть два способа создать объекта это объекта ну первое это мы вначале создаем визуальные редакторы саму фазу данных или любой другой там не обязательно причем и арату то есть первое основное фазу данных а потом из нее генерируем автоматически модельно эти технологии но как показала практика этот способ бывает иногда не очень ну не то что неудобно а как бы да ну как бы бывают некоторые неудобства там хотя в целом это нормально для простых бас это вообще нормальная вещь но это называется код то есть у нас код является генерация а есть еще метод код в котором мы пишем сами пишем модель там крючками описывают классы все там есть так называемые клубы которые описывают все эти внешние связи и то есть никаких каких-то то есть крючоков ничего такого фильмов нету после этого мы просто это все копировали и даже на минуту специально все это делать просто как бы вот он публикован и когда первая запроса будет базу данных она создала сама модель и базу данных если эта база данных уже была создана то но это не будет давать модель но есть ситуация когда у нас модель не модель а отличается от того что у нас уже есть по таблице что в этом случае происходит в этом случае нужно использовать миграция это когда мы пишем специальный метод и добавляем типа вот добавилась какая-то таблица и он соответственно обновляет модель и обновляется вот это удобно тем что мы имеем полный контроль над названиями всех каждого этапа и каждого свойства и каждой связи потому что например ну да можно еще сказать что это хорошо не только отсутствие модели в прямом чистом виде потому что все равно генерируется один из каких запросов а те что например у нас есть там таблица скажем юзер и таблица группа да и например у нас может состоять несколько групп поискать и как нам получить скажем это все таки небольшой ну как нам получить все группы этого пользователя ну которые он состоит то есть мы там пишем так документное что у нас мы делаем наслед выберем компенсию юзер ну например да это сейчас включу так чтобы не запутывать чат конкретного нашего юзера и дальше мы получили уже нашу сущность юзера и у него просто будет свойство под названием груз которая ведет то есть его по сути вот в самой модели какого свойства можно сказать ну нет модели как будет его не будет смотреть табличку такого свойства нету но есть внешняя связь на топицу и точно это у нас будет уже коллекция красивым которые существуют пользователи тем самым то есть это вместо того чтобы написать запрос запрос всех этих сериев и то есть это очень удобно очень сильно сокращает количество хода очень легко поддерживать вот я даже посмотрел год назад я его понимаю все очень просто и вот еще еще ленивые впечатления да какие игре вы 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 в чем включает допустим мы запросили все кто пользуется но сейчас конкретно мы конкретные данные мы не берем только конечно мы их запросили ну вот если нам понадобится скажем конкретно взять например эти группы и конкретно отправить туда уже нам клиент то есть уже нам нужны как-то именно данные а не только так что мы их возьмем вот только тогда у нас заполняется запрос в базе данных то есть на этом этапе у нас просто как бы грубо говоря в память нашей модели ну как бы не модели а движкатором кодека записывается что вот такой запрос нужен но он выполнится только тогда когда эти данные реально понадобятся а не тогда когда вот это только написано не знаю недостаточно понятно вот то есть все преимущество в том что мы можем написать там столько струкспорда и при этом ну и все связи с целыми данными но при этом реальные данные еще не были нужны и потом когда реальные данные смс-то выстрелится в один огромный запрос и хоть он будет огромен это все равно лучше чем делать слово когда запрос там у нас один есть так там свои вот ну в целом ну тогда это все просто так вот вопрос не понятно да спасибо 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 я немного хотел рассказать о разработке по платформе андроид и конкретно по фрагментацию с самого банкоза основная разработка начинается с выбора для проектирования на данный момент существует две более распространенные это и и и и и когда мы только начинали делать свой проект я начал проектировать на и ну как бы через этот момент времени она достаточно неудобна и и ну далее возник такой момент что мы с Романом купили ну так сказать ну версию IT для как бы класса института начали многое это вообще свободное идея она она существует много разных версий есть бесплатная но достаточно большими ограничениями также бесплатные которые стоят ну приличные они зараза 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 и для нас неудобно выводить дальше в прошлом году буквально Google анонсировала Android Studio если кто знает то которое базируется на интересной идее и включая все основные функции для работы то есть убраны все для личном моменте это только для Android да программируем но это было убрано и сейчас достаточно удобная с я поступаю создание проектов так это мы не знаем сколько существует устройств для Android да это несколько тысяч телефонов с различными разрешениями экранов и так далее и очень важный момент это пользовательский интерфейс если он неудобный то соответственно люди пользоваться поэтому стоит такая задача учитывать все размеры экранов их разрешения железа если брать допустим iOS нет устройств и проблемы фрагментации не так просто стоит что нет это разрешение экранов и при разработке допустим какие-то поляра они становятся пикселями а при Android что там с экраном 10 дюймов и 3 дюймов приходится это растягивать и выглядит не очень это вроде модели есть проектовая модель не растягивать а просто вкладывать на это надо учить сразу и потому что у меня тоже было так бы одну проблему да предначально наше приложение мы корректировали чисто по телефону и в итоге когда решили что курсы лекции удобнее на планшет это приходится много переделать телефон и когда у нас манчет устанавливают вот ну и фрагментацию фрагментация точнее она и недостатки какие-то платформы в том плане что устроили достаточно много и допустим если опять айфоны это ну телефоны то есть они достаточно дорогие если с андроидом с учетом фрагментации есть дешевые устройства и кто-то себе может подходит и как сказать это удобно разработчиков в плане аппаратуры если у нас качественное приложение которое учитывает все особенности фрагментации то он получает больше хорошей территории чем допустим рабочих кто-то откроет но мимфон я не знаю достаточно много проникация распространена устроив малыш то есть в будущем когда будет много телефонов на мимфон на эту проблему тоже будет так ну можно сделать с таким выводом что проектировать проектированием приводнения ну изначально надо учитывать все эти особенности и делать приводнение под изначально делать упорно просто вот телефон и планшет хотя бы так потому что учитывать все разрешения экрана на андроид это просто не гараж такая возможность это можно сделать учитывать но это действительно очень долго обычно там два-три какие-то выбирают этих маленьких и средних да и делать упорно это так ну то вы можете как бы это не знаю что еще рассказать ну ну расскажи какие там что есть о том как все глючит и тормозит мне нравится давай может я покажу посмотреть там старая версия ну кстати когда стопирование стопирование да там есть параметры ну то есть можно указывать стоп фоль да при автолизации у нас есть какие-то там несколько полей там мы да и пароль да да вот вот при если у него не указывает оно будет какого-то определенного размера на всех устройствах то есть там маленьких да так что можно указывать да чтоб оно растягивается то есть это свойство уходя и соответственно может быть да есть какой-то телефон и там там если растягивать то он соответственно будет вот такими вот выглядит это не очень поэтому чтобы этого и убежать есть как бы ресурсы проекта такие как папочки из которых там вот европейские макеты они соответственно как оно выходит в которых мы создаваем маркеты они можно сдавать несколько характеров и соответственно будет допустим какой-то файл он будет адекватно как файл как файл оно будет отличаться по наполнению то есть одно какое файл будем браться это поисков автоматическим тем самым управляемся вот так оно будет файл да процент ну как выводить можно разделить на два вида здесь сделать авторизацию здесь для регистрации другими со всеми своими ну соответственно будет для авторизации и для регистрации то есть через которые мы можем перелисовать и выйти тут еще можно сказать большой плюс такой тем что нам не надо отдельно делать окно для авторизации окно для регистрации потому что нам надо делать два различных фрагмент а потом они фактически отличаются тем что одно содержит фрагмент регистрации а условно говоря есть допустим некое архивити и в ней содержится несколько фрагментов которые мы просто меняем собой допустим на телефоне и на планшете содержат несколько фрагментов одно из них будет для авторизации а другое для регистрации то есть они будут проводиться ну допустим на телефоне то есть последователь на планшете они будут разделяться и более глобально по луну и более глобально луну или лучше каждое социальное разделение короче общая вопрос на луну планирую реализовать уже реализованно и мы сейчас будем заливать всем кто здесь сидит ну то есть одночасно оно будет отличаться для пользователей и для преподавателей с марками и все тем да право и доступ да соответственно ну как это пока делать проверку преподавателей на вопрос давайте позднее расскажу сейчас у тебя все да интересные вопросы мы сейчас рассказали про то как получить подписку бесплатную наверное многие из вас хотят что-то получить на коляну не знают что сейчас расскажем второй вопрос кто значит кто знает кто знает кто знает как она выглядит кто знает все знают все знают нот поэт с двадцать плитками да я уточняю давайте теперь небольшой экскурс как получить хотя ляву прекрасно и не сесть и не сесть и не сесть ну вообще мокосов в отличие от того же реклама и тоже тут сейчас работают различные интересные мероприятия конференции фокатоны это когда люди приходят это все бесплатно мы готовы организовать это на октябрь там снимать помещения сделаю бесплатную виду чтобы побольше налогов было главное достаточно и во-первых доклады интересные по разработке не какие-то там как пользы а именно по разработке по интерфейсу и так далее и плюс самое главное фишка катона это конкурс приложений то есть катон бывает по-разному идет с утра до вечера бывало 3 дня подряд и там можно наживать на мешочках таки знаете здесь и то есть в этом вложении можно искать команды среди тех кто там ходит кто-то приходит уже с командой кто-то один и они разрабатывают предложения желательно чтобы оно было записано с нуля за время это мероприятие можно чтобы была только наработка в общем главное чтобы идея была и в общем потом это в течение всего мероприятия как бы есть этапы в течение которых эти люди выходят на сцену и говорят изначально они просто говорят у меня есть идея потом они выходят говорят а вот мы там уже направим человек и вот уже какой-то кинопрозный ну и вот так и отсутствие сводится к тому что взлетаться там участников и потом там инвесторы влевают деньги в этот проект и плюс там еще какие-то планшеты и плюс почти практически всем участникам и эти поощрительные пизы бывают но самое главное поощрительный рейс это прописка бесплатно и я получил на проект потому что какой-то такой немножко не очень но главное что мы вышли там который тоже был и просто представили я сказал что и так далее и нам создали бесплатно сказал у меня есть вот и все вот в принципе вся история и как то с одной стороны когда смотришь на цены скажем подписывай мне нравится что можно абсолютно спокойно сотрудникам кажется луком и кажется луком и вообще на конференциях когда например презентуют новый тумус или еще что мне нравится что можно абсолютно сотрудникам николашов который доказывался задавать вопросы и они с радостью отвечают не как-то там но реально просто могут помочь даже можно даже прийти с ноутбуку сказать не получается не работает он тебе поможет вообще классно я почему-то так вижу скажем Apple проходит конференция у нас только в Америке и попасть туда это вообще такое нереальная вещь а кубновские вроде что-то попали даже в москвичи с кем-то они стоят по электронке работают там поэтому мне это очень понравилось что очень сильно приезжают студенты и очень много на порядок у меня уже там где-то это все постоянно пиццу результат на воде не будет у него там вот это вступление в его андроидерологов стоит там 25 баксов в отличие от iOS где там может там полгода мучиться тебе будут факсами будешь отправлять в том что вот номера счетов там вот твои паспорта не это неправда 100 долларов стоит неделю регистрация это если компания такая известная а если в компании какие-то проблемы это может даже можно одному человеку взять лицензию если сотрудник компании может затянуться потому что это обмен документов нет в организации может это не не а вот ну да кстати мы еще соберли оценку сейчас унитавна попали в осенью объединили аккаунты Windows Phone Store и Windows Store в один то есть платить только один раз чтобы у нас было Windows Phone и Windows привлекать в приложении я не понял сколько стоит 15-20 в срок там смешные деньги да но опять же подписки бесплатно скажет бесплатно так же можно получить некоторые кружки Дринспарка если есть это да ну Дринспарка вообще можно получить у нас там поделиться с универа они разные кстати говоря насчет универа мы вот с Сергеем запариваете суть в чем узнали про Дринспарка от одного универа он активно используется и я подумал у тебя может у нас тоже есть на сайте увидел что наш институт да что есть на сайте написано что он зарегистрирован что есть Дринспарк я прошу скажу ни один человек вузе об этом не знал всем кто здесь заедут интернетом сетями всем это скорее всего чем универа ну мало того единственное что мы с Сергеем выведали это то что давно когда МСД подписка разработчик подписка разработчиков на вуз бывает что вуз может программ делать а до сих пор у Микрософта висит что у не так не смогли ничего нет отчасти отчего все началось что мы все делали как во многих вузах есть электронные деканаты и говорят что наши вузы тоже есть и работают только об этом знают какие-то задовольщики знают преподаватели которым 60-70 лет как он будет с планшетом мы стараемся почитывать это панастрофа у нас у него с планшетом у у кого он на него отнял ну кто-то постарел за 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 1.6 а он не не а мне кажется когда он подошел на не 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 а ну что ребята Владу есть вопросы? давайте я еще несколько слов скажу важно смотрите во-первых покаялся всяким оплачет на сонтап но это ездить надо давайте введем итогу того что рассказывали мы введем итог по этому проекту в частности то есть там три платформы делается, да, вся инфраструктура сервера на microsoft, то есть дежур, microsoft и скейл сервер, значит, дежур студио, что там у нас, так сказать, бактрекер, как сейчас у нас здесь, я скажу, да, тфс, ну, система контроль версии, тфс, ну, тфс, и, соответственно, пацаны, что еще мы на microsoft получили, еще получили windows у нас бесплатный, да, простите, он тоже партизка, да, и офис, да, там тоже, по-моему, есть, ну, соответственно, смотрите, что нужно, чтобы сделать такой сервис, ну, во-первых, желание, да, комбиниться в команду, потому что одиночка, это довольно сложно, и умеет, понимаете, что надо в группе как-то, а вот, идея, она рождается как-то сама, вот это у нас сама, как это было, да, ребятам надо было в магистратуре какие-то темы диплома, да, ну, так получилось, что вот мы как-то связались, записались, и вот у нас была идея сделать вот такую вещь, ну, вроде диплома, да, нужная, полезная вещь, в частности, там, мне нужно, да, вставить на церкви, вот, я вам теперь буду стоять, вот, и ребятам полезно это улучшится, да, и гнамы, там, бумажки или прочее, все путаются, то есть, сложно, вот идея все просто оберлась, вот, соответственно, дальше была возможность вот эти все бесплатные софты получить, я думаю, что касается микрософта, еще мне вы сказали, вот, Руслама, да, значит, джентбейн, такая компания, грузская, да, знаете, она делает очень удобные инструменты для разработчиков, в частности, по-другому, стоит 3-день, но у них есть тоже программа для, значит, грузов, вот, и любой преподаватель в своей учебной деятельности может написать заявку и получить бесплатно вот этот адрес, где-то вот эту срегу, вот мы у вас пользовались, взяли и написали, так что, если у вас какие-то есть здесь, так сказать, пожелания, я вам помогу тоже подпишу, если вам нужно, допустим, поддроид отрабатывать на джентбейн, смогут, и это будет несложно сделать, вот, дальше, значит, под AIR. Здесь ситуация посложнее, во-первых, нам просто чудовищно, как-то так сложились звезды, что, значит, это, я до сих пор не понимаю, как это произошло, но вот это произошло, то есть, у нас получилось как, что, значит, уже не был банк, да, он разрабатывал, значит, была там, ну, вообще, помешан немножко на микрософт, и он как-то, ну, у него уже не был выбор, то есть, он видел условно, вот, ну, и этого слава достался уже, с которой, потому что больших платформ таких популярных нет, я на все само получил, мы специально ничего не делали, а оно само как-то так организовалось, и вот вылилось, ну, так вот, если вы посмотрите, подумайте, специально мы старались, да, вот этой платформы, нет, мы не старались, оно само так получилось, не призвало, да, само так вышло, вот, ну, и микрософт как-то записался, что вот эта вся эта конструктура на нем, по сути, Благодаря вот этим маркетинговым продвижениям. Сайт мы тоже будем делать на инфраструктуре. Я живу, да, на фантуре. И вот я сейчас, вы видели, фотографировал. Уже фотографировал. У меня фотографировали какие-то дела на сайте, в гранд, чтобы был, как знаете, «ИАН». Что? Сейчас же все, как в мобильном положении, да, сайты. Они такие простые, там какой-то красивый там. Веб-гранд со студентами, со студентками, да. И у нас, знаете, мы сейчас стараемся у вас ввести сайты, поэтому нам нужен веб-гранд. Мы не хотим, вот, дядя, какие-то дела свои. Вот. И вам такая позиция. Вот вы сняли материал такой. Если у вас есть фотографии, или вы любите, увлекаетесь, пожалуйста, занимайте любые сюжеты, которые подают веб-гранд на хорошем разрешении, да. У нас где нет? Вот. Ну, а я участвую потом. Вы понимаете, да, человечество? Вот. Так что присылайте ваш материал, мы с тобой все его возьмем, ваш копирайт, все, в карте. Будем благодарны очень сильно. Это первое. Назовем это фотографии, да? В высоком качестве нужны фотографии, которые отображают человеческую жизнь. Окей? Все, хочу заметить, на фотке не обязательно должны быть люди. Да. Да. Люди, наверное. Не верят, что угодно. Адекватную свидетельческую лицу. Ну да, там не надо попойки какие-то устроить. Сейчас, ты знаешь, можно на улице как-то прикольно отснять. Тут креатив приветствуется. Я, естественно, учту пристать. Если вы пришлете к вашей фотке, можете рассчитывать на автоматы. На автоматы, да? Это первое. Ну, к сожалению, я пользуюсь уважаемым положением, но ничего не пойдет. Окей? Вот. Второе. Сейчас мы остаток дня, ну как остаток там, минут 20, это займем, посвятим заливке на ваши телефоны нашего приложения. Значит, как вы поняли, у нас есть три варианта. У кого здесь? Ну, больше всего я вам объекты раздавал, это Android. У всех. Есть у нас даже несколько, значит, на Ари, да? Вот. И, соответственно, здесь сложнее ситуация. Знаете, обязательно я буду отмечать теперь через этот сервис. То есть, кто не отметился через сервис, кто, говоря, кто не зарегистрировался, тот того не был на память. Есть, правда, есть варианты. Я на самом деле. Проблемы я предпосвещаю вашего. У кого нет девайсов? Да? Да. Давайте. У кого, значит, Ares? Раз, два, что? Есть еще Шепелев? Шепелев, Матюшкин. Давайте Ares'а с Вайджей, и он зальет вам право раклейку. Вот. Значит, у кого он броет? Строг сети нет. Строг сети не пользуются. Ну, придется. Раз, два, три. Кто еще? Только единственное, что я телефон беру. Одна компонента, да? Ну, тоже. Сольжок еще. А, на этот смысл нет. А тут? Не знаю. Так. Еще раз. Руки в голову броет. Раз, два, три, четыре. Ну, еще у народа есть. Еще у тех, кто не будет ходить с ним. Да ладно. Три аликса сейчас имеем. Четыре аликса сейчас имеем. Четыре аликса сейчас имеем. Четыре аликса имеем. Ввиду с полу. Я, кстати, с этим отличная вещь. А, сейчас все-таки Ares'а. А это не важно. Вот. То есть, это через месяц примерно. Ну, в скором будущем, скажем. Нет, ну, если кто-то покерку будет, у меня дома возьмет, а кто же стоит. Так, где? Да. А у нас с ним нет. У нас есть план, значит. Ну, что я сказал. А дальше будет скоро, так что вы тоже попадаете в в рамках. Вот. Значит, теперь у кого нет телефона, мне надо больше не платить. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрите, у нас, значит, есть тест-покусторство, который мы готовы вам выдать на период тестирования. То есть, до, там, мая, до июня. Вот. И я постараюсь с следующим котлой. Ну, я надеюсь, мы на всех сможем раздать, но, возможно, что нет. И вам, значит, раздадим тест-покусторство, на тех пор, вы тоже, значит, устраиваетесь? Ну, я в шоке себе предсказали. Что? Что это за тест? Ну, например, это вот телефон на блоге. Как там называется блоге? Lumia 520. Lumia 520. Ну, получается. Ну, получается. Нормально. Например, это уже человек Windows 5. Нормально? Вот. Мы, мы и закупим еще вот этот на самом деле. Это у нас то, что есть. Нет, я потерялся вот этот телефон, я тоже хочу представить. Ну, я говорю, то есть на всех, я не знаю, хватит или нет, но мы постараемся. По-другому. Вот. Да, сделаем. Что требуется от вас? Второй момент. Что требуется от вас? Как у вас требуется зарегистрироваться в сервисе? Раз. Вступить в группу нашу? Там она есть. Где-то она. Вступить в группу. И, значит, пытаться пользоваться этим сервисом, вот. Хотя бы в нашей группе. Дополнительно. 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 Можете заводить другие, значит, предыдущие. Можем создавать расписание, да, свои какие-то условные. Оповещать в группе «Ана войска» изменение расписания. Как мы сейчас ВКонтакте делаем, да? Можно сделать это здесь. Вот. Я, со своей стороны, буду вести там журнал оценок. Вот. И вы их сможете тоже повредать. Мне что поставили. Обсуждать надо. Обсуждать надо. Ну там с обсуждением сложнее. Попробуйте. Попробуйте. Я пока не знаю. Хочется, ребят? Хочется, может быть. А насчет присутствия? Можете вообще рассматривать? Все бритенки. При выложении. Да. При выложении. Смотрите. Да слушайте, ребят. Второй нужен, значит, баки. Баки. То есть, ваша задача пользоваться сервисом, находить баки и писать. Приложили. Ну, есть кнопочка, значит, написать обработчик. И у нас есть, значит, мультимейлы. У нас входит в E-mail есть. На него можно всегда писать. И мы вот как-то название нашего сервиса, мы вот так его назвали. «Yetask». Это слово «Newcation», как можно догадаться. И у нас есть, он пока вот еще не заработал. В ближайший бизнес работает. Такую жадность. Тим, да? Вот. И вы туда можете писать всегда пустые баллы. Кто найдет много баллов, там, десятки, да? А мы, естественно, это тоже учитывается. Представляете, да? Кто-то, 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 кто-то. Это ли индивидуально удобно и не нравится, и вызывает вопросы. То есть, мы же уже пользовались, потому что у него есть правоседшины, и у вас какой-то опыт сход. Вот. И хочется получать обратную связь. И у нас с вами будет лекция по юзабилите, через 5 месяц примерно, и мы на ней как раз поведем лекцию. Надо будет все это проверить, и мы с вами посмотрим, что неудобно. С ребятами тоже соберемся, все вместе обсудим, что в нашем сервисе удалось, а что нет. Такие 3 вещи, еще раз повторюсь, надо еще предложить. То есть чего вам не хватает в сервисе, то есть что неудобно, какой функциональности не хватает. Понимаете, да? В области есть. Есть. Можно в группу сказать, например, прием от сапогета. Или прием от сапогета. Можно сказать, что нужно. Вот ее тоже прочитают. Семь-семь-семь-семь-семь. И дальше дальше. У нас это обязательно, собственно. У нас обязательно. Я в него отвечаю, но это будет заинтересованно. А у остальных, например, вы уже по собственной цикле пробуйте, ну, как бы я сказал, то поощряется так, то это будет добавлять, чтобы он будет пользоваться. Я еще раз скажу, что я это учитываю, а потом проверю. Вот такая информация. Ребята, давайте начнем вопросы, может ли у меня что-то еще? А как? Тестить? То есть, получается, те, у кого девайсов нет, тестить только 10 будет? Нет, у нас девайсов ждал. У нас какие есть? У нас там. У нас там несколько. Можно забрать. На колябу. Забрать, очиститься. И счесть. Да. И за 5 тысяч рублей. Я же найду. Пишу в этом. Значит, вы ищите. Следите за своей жизнью. Ребята, теперь смотрите. Я еще теперь написал классный тысяч рублей. Жень, посмотрите на арене. А что случается? Давайте, у кого он проет, тоже давайте. Руслан, мы сейчас сольем. Все? Все, сольем на кроет. У вас какой? Альбом? Альбом? Альбом на кроет. Давайте, солимай. В любом. Там, конечно, почему ты не работал. Ахххххх Продолжение следует...